Всем всего, Electronic Arts. И я уже не могу на это смотреть. В моей маленькой пустой голове не укладывается тот факт, что игры этой компании до сих пор продаются отличными тиражами. И знаете, это не нормально. Но давайте ближе к делу. Недавно был Gamescom, который я стримил. И когда дело дошло до показа нового Need for Speed, некоторые в чате заметили, что машина проезжает сквозь деревья. Не все конечно же деревья, но все же. И это было удивительно и смешно. Удивительно это потому, что на такие выставки берут заранее смонтированный трейлер. А это был трейлер, а не геймплей. Я не смог его найти, чтобы вам его показать. Да и мне тупо если честно лень. Потому что если Electronic Arts лень делать нормальный трейлер, то почему мне должно быть не лень его искать? Но мы все посмеялись и довольно быстро все забыли. Ведь лично мне с NFS все стало ясно еще на момент анонса. На втором канале я делаю дайджест, в котором я коснулся темы NFS и высказал свое мнение. Кстати, подписывайтесь на второй канал, там будет много чего интересного. И про дискорд тоже не забывайте, ссылки на все это в описании. Так вот, посмеялись и забыли, но тут выкатили геймплей и вот это уже на самом деле какой-то лютый позор. Казалось бы, в игре используется Frostbite и с графикой все в полном порядке. Но есть такие моменты, от которых начинаешь думать о том, чтобы реально просто взять и начать бойкотировать все проекты компании Electronic Arts. К примеру, прекрасные лужи, которые отражают в себе всякое. Screen Space Reflections и все дела. Но они иногда прогружаются не то чтобы перед самым носом, но все равно довольно-таки заметно. Мелочь, скажете вы. Это рекламный материал, скажу я вам, который должен быть вылизан просто идеально. Но дело ведь не только в ссаных лужах, такую мелочь я бы простил и забыл. Ведь тут еще есть объекты, которые тоже подгружаются и это тоже заметно, но и тоже хрен бы с ним, ничего страшного. Но как вам, сука, это? Рекламный материал. Даже если это прям лайф геймплей, то все равно на выставке берут самые стабильные билды. И даже если это был какой-то баг, то позволить заливать такое в сеть это вообще полная дичь. В особенности для Electronic Arts. И я ни в коем случае не обвиняю студию, которая разрабатывает новую Need for Speed, а именно Ghost Games. Это все, конечно же, как обычно из-за спешки. Ведь за последние пять лет с Electronic Arts как с издательством все стало более чем ясно. Ради того, чтобы залатать дыры в финансовом отчете, они готовы не за спин-офф обозвать сиквелом и выпустить его. Если кто не догадался, то речь идет про Dragon Age 2, которого вообще не должно было существовать. Без конца терапии студии, которые на тот момент делали флагманы для Electronic Arts с точки зрения доходов. Mass Effect 3, к примеру, ну и Battlefield. Постоянные попытки ввести донат туда, куда вообще вводить его было бы стыдно любому другому нормальному разработчику. Dead Space 3, к примеру, закрытие безумно крутых студий Visceral Games, закрытие потенциально крутых сингл-игр от тех же Visceral Games и их не вышедшая игра по Звездным Воинам. Они превратили мой любимый футбольный симулятор в простое казино, в которое невозможно играть без доната. Хотя за это я должен им сказать спасибо. Они открыли для меня Pro Evolution Soccer. Я уже даже на самом деле смирился с ранним доступом их игр, тот же Battlefield. Но они, видимо, вообще не чувствуют берегов дозволенного. Нет той красной черты, за которые им нельзя переходить. Они готовы на все, лишь бы инвесторы были довольны и срать на игроков и фанатов. Невозможно уже смотреть на то, что они делают. Я прекрасно понимаю, что все мои вопли никому-то и нахер не сдалились. Тем более будут защитники, которые будут постоянно говорить о том, что зачем ты лежишь в чужой карман, ну и так далее и тому подобное. Но я позволяю себе это, потому что я фанат нескольких игр, права на которые принадлежат Electronic Arts. И я не хочу, чтобы они стали такими же, как и все современные игры этой компании. Сейчас нет ни одной игры от Electronic Arts, которая была бы хороша. А даже если игра сама по себе хороша, давайте добавим в нее донат. А, игра еще сырая для релиза? Давайте выпустим ее и нарисуем красивейший роудмап в пейнте. Под крылом у Electronic Arts есть огромное количество крутых студий, которые реально способны выдавать шедевры уровня The Last of Us, God of War, Ведьмака и прочих-прочих крутых игр. Вспомните игры, которые выходили до того, как на должность генерального директора пришел Эндрю Уилсон. Да хотя бы с 2006 по 2009. Тут вам и Lord of the Rings The Battle of the Middle-Earth 2, и Mass Effect, и великолепный по меркам игр по фильмам Гарри Поттер и Орден Феникса, Crysis, Spore, Dead Space, Burnout Paradise, Dragon Age Origins и много-много чего еще. Просто безумное количество крутых игр. А вот что стало, когда пришел Эндрю Уилсон? Да ничего, только прибыль выросла до акций в цене подросли. Потому что проекты стоят чуть дороже, но благодаря сюрпризным механикам они приносят сумасшедшие доходы. Ну и конечно же спешка всех и вся, ранний доступ для игр и прочие веселые штуки. А, и конечно же убийство CNC, которого я им никогда не прощу. Нахер Electronic Arts и их игры в кавычках. Я удалил Origin уже давно и хер его поставлю в ближайшее время уж точно. Кстати, знаете что еще забавно? Что даже в репутационную игру, то есть это те игры, которые должны обилить облик компаний, они ввели нехилый такой донат. Если вы думаете, что им срать на все это, то да. Но поверьте, они зашевелятся, когда доходы хоть немного упадут. И я этого жду, и жду как праздника. Когда упадут доходы, им придется прислушиваться к фанатам и начать делать нормальные игры. Но вот наступит ли этот момент? Да хер его знает. Electronic Arts ненавидит многие, но эта ненависть ни к чему не привела. Доходы у них растут, а значит никаких перемен скорее всего в ближайшее время не будет уж точно. И это очень печально, потому что Electronic Arts владеет таким огромным количеством крутых IP, которые можно было бы очень круто реализовать, если бы они не пожалели чуть больше времени на проект тратить, чем сейчас тратят. Почему все это? CNC, Battlefield и прочее. За что? КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ